Приветствую вас. Жаль, что не дописали вы свой вопрос. Вот, очень мало информации, я уверен, что вы хотели и могли бы добавить больше. Ну, вроде, что имеем, то имеем. Значит, давайте как бы изучим. Итак, мне уже долгое время не везет с мужчинами, пишите вы. Ну, здесь я могу обратить ваше внимание на то, что вы перекладываете ответственность за то, как вы выстраиваете отношения с мужчинами на удачу. Тем самым, как бы говоря, что, ну, от меня самой лично зависит что-то вообще моего, да, что-то немного зависит от меня, вот. Вот, везет-не везет, да. То есть, это вот такая какая-то перекладывание ответственности, отказ от ответственности. Ну, получилось, повезло, не получилось, не повезло. Вместе с отказом от ответственности, еще появляется обесценивание своих усилий. То есть, если, например, у меня что-то получилось, то это не моя заслуга. Не могу себя хвалить, это просто повезло. Если что-то не получилось, то это не моя проблема. Просто не повезло. То есть, по сути, это путь к депривации. Такой, вот. К депривации ответственности. Это путь к определенной невесомости. Поэтому, на это я хотел бы обратить ваше внимание, да, для того, чтобы, может быть, более подробно это разобрать. Что вы вкладываете в выражение не везет с мужчинами, как вы воспринимаете мужчин, как вы строите с ними отношения и так далее. Это все очень важно. И насколько это все соответствует вашим ценностям. Потому что вы строите отношения с мужчинами, вы можете как угодно. Главное, чтобы вы не слили за это ответственность. Последний раз в прерву не зря оскорбили. Хотя человек удоверял, а души не влечая, что-то не испытывал. Ну, смотрите. Здесь, опять же, вы действуете в следующих направлениях. С одной стороны, вы зажимаете в себе свои чувства, блокируете. Их, возможно, не даете себе достаточно возможности для того, чтобы их прожить. может быть, отреагировать, может быть, выплакать, может быть, как-то их, ну, как-то их выразить. Это первое. С другой стороны, вы перекладываете ответственность за негатив, который вы получили только на другого человека. Мол, а моей ответственности в этом нет. И эта пуза толкает вас немножечко, как мне кажется, в сторону депривации. В сторону невесомости. В сторону некой такой отрешенности, можно сказать. И делает вас в этой ситуации жертвы. Да, человек поступил к вам нехорошо. Но в этой истории нет плохих и хороших. Виноватых и невиноватых. В этой истории есть просто люди. Со своими мотивами. И, скорее всего, здесь речь идет, во-первых, о ваших конфликтах, противоречиях и болезненных сторонах, болезненных моментах, которые дали о себе знать в результате этой ситуации. И, второе, есть ваши неоправданные ожидания и надежды, которые принесли вам разжирование и, соответственно, боль. Как раз предательство – это нереалистичное ожидание и надежды по отношению к человеку. Унижение и оскорбление – это то, что вы делаете сами собой, соглашаясь с тем, что говорит другой человек. К человеку, я хотел человеку доверял. Ну, тут еще нужно посмотреть, что именно вы вкладываете в доверие. Потому что доверие – это такая стратегия взаимодействия с человеком, при которой вас не могут оскорбить, унизить и предать. Как раз таки. А значит, это не доверие. Иначе, это костыль получается. Души в нем не ущаялась, чувствую к нему испытывал. Ну, у меня такое ощущение, что вы пытались не бродвориться и были от него зависимы, от этого человека. Зависимость не появляется на ровном месте. Зависимость появляется тогда, когда человек по какой-либо причине перекладывает ответственность за то, чего он хочет на другого. В данном случае вы приложили ответственность, вероятно, за то, что вам нужно. И за решение о своих внутренних конфликтах на человека, на мужчину. И, соответственно, произошло то, что произошло. Ну, может быть, есть более глубокие мотивы такого поведения. Например, доказать себе, что я ничего не стою, доказать себе, что я ничего не могу, доказать себе, что я никому не нужна и так далее. Это тоже вполне может быть, ну, как вариант. Последний день я его вспоминаю и где-то дальше вы не дописываете. Я думаю, что в любом случае драмы и обиды, которые у вас есть, а не есть, нужно проработать, чтобы это вас не обравляло. Повторюсь. Ситуация амбивалентна. Когда происходит застревание, когда проявляются негативные мысли, негативные тенденции, часто агрессивные тенденции. В ответ на определённое поведение со стороны другого человека, это нормально. В этом нет ничего, сколько-нибудь плохого, противоестественного, ненормального. В этом ничего нет. Но, если человек, вот как вы, застревает в этом состоянии, то есть вы вот долгое время, вы думаете, что последний день на его, да, вы застряли. Это означает, что своим чувствам вы волю не дали, когда нужно было, не выплакали, не высказали, не выразили, не отрагировали. И вас это продолжает, как бы, фонить. Отправляю вас. И с другой стороны, вы перекладываете ответственность на человека за то, что произошло. Знаете, в итоге, вы сами никак не можете, по вашему, по вашему сейчас, на данный момент восприятию себя и реальности, никак не можете ничего сделать. Чувствовать себя жертвой, беспомощной и так далее. Не вопросом, хотите ли вы с этим разобраться, хотите ли вы это изменить, считаете ли вы это проблемы. Ну, вот. Потому что, вполне вероятно, что у этого есть определенная выгода. У такой позиции. Так называемая вторичная выгода. То, что вы получаете в результате. Это очень важно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...